МИРВА МИРВА И ЛЮБОВЬ ДАУ МНОЖИТСЯ Приветствую вас, драгоценные мои Надеюсь, у вас все хорошо Надеюсь, у вас все благословения с вами И вы не прокляты, вы благословенные И у вас все получится Боги все возможно верующему Приветствую всех тех, кто смотрит меня через спутниковый канал СНЛ И у вас, я сейчас вижу, там у меня тарелочка стоит И я вижу изображение на спутнике появилось Это значит, что вы меня видите очень хорошо Приветствую также всех тех, кто у меня в Доме Веры находится И всех тех, кто присоединился к нам сейчас Вот прямо сейчас я смотрю на экран И здесь у меня появляется изображение От Анатолия Руднев Во всем порядке Я не знаю, откуда вы Напишите, из какой вы страны Виталий Состаны Уши прочистили Сели поудобнее Кофе приготовили Молодец Слушать готовы Инесса из Бишкуля Приветствует всех Анатолий Виталий из Астаны Слава из Казахстана Татьяна Короче, все пишут сообщения Татьяна Свидетельство Все, кто молились за Анатолия из Иркутска Анализы Хорошо, аллилуйя Дмитрий из Воронежа Так, кто еще у нас здесь Лариса из Бершевы Шаббат шалом тебе, дорогая У меня просто сообщение мелькает Я пытаюсь уловить Кто что здесь пишет Кишинев Святослав Тоже шалом Приветствуем вас В общем, Наталья Приветствуем Татьяна из Риги Приветствуем Всех-всех-всех Мизури Мир вам Помолить за моих дочек Анадель и Иванку И Анечку Они снова заболели Во имя Иисуса Христа Мы молимся за их дочерей, Господь Прошу Тебя Полное выздоровление Во имя Иисуса Христа Да будет явлена сила И слава И пускай произойдут чудеса Во имя Иисуса Христа Аминь, аминь, аминь Мы молимся И благословляем Драгоценные Пусть Бог благословит вас Сегодня у нас важная тема Будем вместе славить Господа Но перед тем, как мы начнем Я хочу поприветствовать У меня в студии Пастор Вадим Сегодня у нас какой? Последний раз, по-моему Последний день, да Последний день Как жаль, что ты уезжаешь Как жаль, как жаль, как жаль Ну, я думаю, что это не последний раз в жизни Ну да, я тоже очень надеюсь Что эта миссия закончится Но будет еще Поприветствую наших зрителей Доброе утро, добрый день Вечер, дорогие братья, сестры Дорогие домоверовцы Если так можно сказать Всем огромных благословений Радости, мира, любви Пусть Бог обильно благословит Ваши сердца, жизни, семьи Радости, мир, да умножиться И пребудет с вами Господь Аминь Ну что ж, перед тем, как мы начнем Нашу программу Я бы хотел узнать А сколько у нас там собрали Мы на камеру Я просто Я обещал, что каждый день Буду проверять Пока мы не соберем Знаешь, как-то медленно собирается Я, Владик, ожидал, что Оно чуть быстрее соберется Ну, медленно так медленно Что ж Если нужно медленно Будем медленно Итак 1575 долларов собрали Из 3500 Слава Богу Движемся дальше 1575 долларов Спасибо вам большое Пусть Бог благословит вас Спасибо вам большое За поддержку Участие Если есть возможность Присоединяйтесь Поддержите Сайт сейчас вы видите перед собой Куда пройти И поддержать Что это значит? Это значит, что мы хотим Добавить одну камеру К нашим камерам Чтобы нам удобнее было Чтобы удобнее было Вещать Вот В общем-то там Если вы зайдете на этот сайт GoFundMe.com Org 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 Вот перед экраном У вас эти цифры все висят И Если вы Пройдете на этот сайт То вы там увидите видео Где я объясняю Почему и причины Приобретения этой камеры Пусть Бог благословит вас Если вы Смотрите нас через спутник Пожалуйста Смотрите нас через интернет Также Интернет сейчас Почти везде Доступен Скоростной И В хорошем качестве HD качество Через интернет Вы будете видеть Гораздо лучшее Изображение Теперь Что еще хотел сказать? Ну что Слава Богу Мы готовы Начинать Наше Наше вещание Готовы начинать С Благодарения С молитвы И давайте Пригласим Алексея Шиповского Чтобы он Спел И прославил Господа вместе И потом мы Совершим молитву И начнем Нашу тему Пока Алексей Будет петь Пожалуйста Пожалуйста Пригласите Ваших друзей К экранам Сегодня у нас Будет важный Важный вопрос По Успеху Мы вчера Начали с Вадимом Говорить По Этой теме Вадим Вообще Специалист В области Восстановления Людей Там Зависимых Наркоманов Алкоголик И Кого еще И всех Остальных Грешников По Восстановлению Личности Грешников И Мы говорим Один из важных Успехов Как быть Успешным Давайте Начнем С молитвы И Я уже готов Войти В тему Пастор Помолись Дорогой Господь Мы Превозносим Твое Святое Имя В это Утро Благодарим Тебя За Твою Благодать И Я прошу Твоего Благословения В каждое Сердце И В каждую Жизнь Пусть Мир И Любовь Наполняет Каждое Сердце Пусть Благодать Твоя Она Обновляется В нашей Жизнь Мы Любим Господь Я присоединяюсь К этой Молитве Я прошу Твоего Благословения Прошу Твоего Водительства Благодарю Тебя Господь За то Что Ты С нами Благодарю Тебя Господь За любовь Твою За то Что Ты Ведешь Нас Рукой Своей Благослови Каждого Дорогоценного Человека Благослови Каждого Человека Ко Ходится С той Стороны Экрана Благослови Семьи Благослових Детей Благослових Жизни Во имя Иисуса Христа Я говорю Благословение Над вами Господь Да пребудет С вами Да направит Вас Да поддержит Вас Да укрепит Вас Да защитит Вас Во имя Иисуса Христа Мы благословляем Вас По имя Отца и Сына Святого Духа И все скажем Аминь Аминь Ну что Вчера мы Остановились На Псалме Сотом Псалом Сотый Вообще Запомните Псалом Первый Псалом Сотый Это два Псалма Среды Среды Обитания В какой Среде Жить Мы говорили С вами Что быть Успешным На первом Уроке Это первое Любить Господа Любить Ближнего И дальше Мы начали Говорить О принципах Успеха Давида Псалом Псалом Первым Он написал Что благословен Муж Блажен Муж Псалом Первый Стих Первый Вы помните Благословен Муж А это сейчас другой Псалом Открыли Первый Псалом Откройте Пожалуйста Псалом Первый Стих Первый Блажен Муж Который Не ходит За советом Не стоит На пути Грешников Не сидит В собрании Развратителей Вот три вещи Благословения Все псалмы Начинаются С позиции Мы ради Благословения На все готовы Но мы готовы Забраться На Эверест Готовы Спуститься Под землю Мы готовы Пробить Сломать челюсть Дьяволу Оказывается Все гораздо проще Нужно Первое Не ходить Второе Не стоять Третье Не сидеть Вот если вы Исполните Три Вот этих Главных шага Первых шага Потому что Все мы ходим За советом Нам нужны советы Вчера Я Начал делать Биф джурки Это как называть Копченое мясо Копченое Тонко нарезанное Копченое мясо Которое Коптится В коптильне Сколько там Часов 5 5-6 часов Коптится И они такие Длинные полоски Сухие Сухого мяса Очень вкусные Очень Сейчас говорю У меня уже слюна Начинает зарабатываться У нас там целый тазик Лежит этих Кусков мяса Я их для моих друзей Приготовил Вадим повезет В Алма-Ату Вот И На коптили Этого мяса Называется Джурки Здесь называется Джурка По-английски Вот Я не знаю как по-русски У нас кстати Русского названия нет Да? Ну у нас такого Как бы вообще нету Такого мяса нету Да? Ну просто потрясающе Андрей Принеси мне сюда Тазик нашего мяса Я хочу показать Не ну Коль Знаете Если Если вы должны знать Да Вы должны Один Один тазик Один тазик А второй не надо Там где Джурка Говядина Вот То есть Вы знаете И мы коптили его Этот тазик И Весь день Фактически Потратили Сначала ночь Мариновали Да Короче Все началось с вечера Нужно было нарезать Тонкие слайсы Чтобы жира не было Потом Эти слайсы Нужно было Замариновать В соке Там короче В соусе Вот здесь мне принесли Вот Посмотрите Что получилось Вот это называется Мужская еда Ох Какой запах стоит Включи пожалуйста На среднюю камеру Вот Посмотрите Какая красота Вадим Вадим Как ты там Ой Как пахнет дымом Как пахнет Вадик Ты чувствуешь Какая здесь красота Я чувствую Опиши Вот что ты чувствуешь Смотрите Какие потрясающие кусочки Вот кусочки мяса Посмотрите Они тонкие Тонко порезанные Я сейчас на эту камеру показываю Тонко порезанные Но они такие Вкусные Такие Я же даже не смогу Не удержаться Ой Вавик Хочешь Я не хочу Я потом Потом Вы знаете Вчера мы этим Ох Перец Мм Как вкусно Вот Спасибо большое Так вот Я это делал Первый раз в жизни Первый Вадик Скажи пожалуйста Получился мне или нет Вот я первый раз Первый раз в жизни делал Ну Мне лично понравилось Я не знаю Получилось или нет От чего отталкиваться Ну из того Что я пробовал Который ты нас угощал В магазине покупал И вот то Что ты вчера сделал Мне даже твои больше Какие-то кусочки Ты делал Три разных маринада Вот один из маринадов Там вообще такой вкусный Ты не поможешь какой Который более сладкий Или более острый Не более острый Я вот более острый Как бы Предпочитаю Вот Но очень вкусно получилось И вот Я делал Но знаете Я не знал Как это делать Я примерно знал Что нужно коптить Что это Но технологии не знал Оказывается Нужно там Какой-то соус Войс Шер Даже произнести Соевый Соевый Ну соевый Однозначно Вот И нужно было Я залез в интернет И написал Как сделать бифджурки И там Мне 30 рецептов Я посмотрел Что почти все рецепты Отталкиваются От двух главных ингредиентов Мне нужен был совет Совет да любовь Говорят на свадьбах Да Многие люди Вот это не слышат Совет да любовь Совет нужен Мы советуемся Но теперь вопрос Благословен человек Который ходит за советом К правильным людям К нечестивцам не ходит А ходит к благословенным Ходить за советом За советом ходить Вы знаете Пойти ли к человеку За советом Который Не сдерживает слово Который обманывает Который Подлый Который нечестивец Который Который Юлит Который Лукавый Кому пойти за советом Пойти ли Женщине К Разведенной И просить совет Как ей с мужем поступить Пойти ли кому пойти к злому человеку спросить, как примириться с друзьями? Вопрос. Советники вкладывают... Вот я сейчас, например, уже знаю, как мне нужно делать джурку. Я уже не полезу за советом. Ты уже можешь советовать. Я уже могу советовать. Вот. Тебе уже можно идти. Я уже могу передачу снимать, как сделать джурку. Вот. И показать это всем остальным людям. Потому что ты сам это испытал, знаешь как. Так и в жизни со Христом. Так и в жизни со Христом. Потрясающе. Другими словами, нам нужны советы. Как бы мы ни крутились, нам нужны советы. Каждому человеку нужен совет. Помнишь, когда ты решил строить дом? Да. Вернее, ты еще не решил, но ты сидел и думал, строить не строить. Я пришел к тебе за советом. Да. И мы даже... Это мы сидели в горах, по-моему. В горах, да. В горах. В пасторский выезд. В пасторский выезд. И я сказал, почему мы тебе дом не построить? Вот так, по-моему, было. Или как это было? Ну, да. Что-то типа этого, да? А как строить дом? А вот так. А вот так, вот так. Мы просидели с ним сколько? Часа триллер, да? Ну, полночи. Полночи, да. Я ему нарисовал, как строить дом от начала до конца, чтобы все, что знал я. И спустя два года, да? Да. Два года у него есть дом, у него есть место, где жить. Огромные усилия были положены. Был совет дан. Потом ты все еще спрашивал кого-то, а вот это какой смесь? А вот это как делать? А вот это как делать? А вот это как делать? Нам нужны советы. Ведь ты же не родился со знанием, как строить дом. Конечно. Ты научаешься этому. Поэтому книга «Слово Божие на сути» научитесь пути Божьему, научитесь у советующихся мудрость. То есть вот этот момент быть способными пребывать вот в этом состоянии ученика. То есть когда ты способен учиться, и когда ты имеешь вот это сердце, ученическое сердце, тогда и тебе будет намного легче принимать все те советы и ту мудрость, которую Господь желает донести до нас через свое слово. Мы готовы принимать, но проблема в том, что если рядом оказывается нечестивец, вот, например, смотрите, вот он святой, я, например, нечестивец. Если рядом с тобой нечестивец кружится рядом с тобой, вот он присутствует рядом с тобой, в эту камеру, пожалуйста, включите, нечестивец на тебя начинает влиять, начинает на тебя влиять. Хотите вы или нет, но если вы находитесь в окружении нечестивцев, они прямо или косвенно, даже если ты говоришь «я не буду», ты встречался очень, работаешь с этими ребятами, которые, они говорят «да я выдержу, я выдержу, я выдержу, когда будут все бухать, я не буду бухать, когда будут все колоться, я не буду колоться, когда все будут, а ношу курить, когда все будут курить, я не буду». Люди, люди им свойственно отождествляться. Да. Вчера ты посмотрел передачу одну интересную про белый шарик или там что было? Про белый шарик. Белый и черный шарик. Белый и черный шарик. Когда вдруг нормальные, адекватные люди говорят на белый шарик, что он черный. И на черное, что он белый. И на черное он говорит, что он белый. То есть фактически адекватные, здравые люди, они за несколько, за 45 минут, 45 минут, и он начинает на белый говорить, что он черный, искренне верить, и более того, он начинает доказывать остальным, что он черный. Только по одной причине, когда все вокруг начинают говорить, что этот шарик белый, когда он черный. Там ситуация такая, что подставляют человека, берут, все подставные, кроме одного, и все начинают говорить на шарик, что он черный, когда он белый, и происходит такая вещь, человек смотрит на всех, и вот его очередь сказать, какой это шарик. Максим, там еще интересна первая реакция человека, он когда первые фразы слышит, это черный шарик, а там лежит белый шар, это черный, и у него такое замешательство, то есть он понять не может, что это такое происходит. То есть, или это с ним что-то не то, или это с ними что-то не то, потому что он видит белый шарик, но все говорят, что это черный. И когда доходит очередь до него, для того, чтобы как бы не выделиться, как бы не отличиться, как бы вот быть как все, он тоже произносит на белый шарик, что он черный. Только по одной причине, чтобы не отделиться от общей массы. Другими словами, это свойственно внутренне, конформизм это называется, да, соединение, отождествление со всеми. Нон-конформизм это быть против всей толпы, а конформизм внутри каждого из нас, мы подстраиваемся. Если вы идете по улице, и все, знаете как, я помню первый раз приехал в Китай, это было много-много лет назад, я приехал в Китай, и у меня была такая кожаная куртка с таким, с воротником, холодно было на улице, ужас. И знаешь что, все китайцы ходили в двубортных пиджаках, вот знаешь, ни у одного не было куртки. И они надо мной смеялись, что я хожу в куртке, в куртке идет, и подходили, трогали мою куртку. Зачем это в куртке? Я им объяснял, холодно, говорят, да нет, не холодно, но там для них это может быть не холодно, в Урумчи это было. Для меня это было очень холодно, и вы знаете, когда вот этот холод, я посмотрел, я думаю, а что я как дурак в куртке хожу? А потом думаю, пусть я буду выглядеть как дурак, мне зато тепло будет. Но вот что такое мода? Люди одевают неудобную одежду. Особенно последнее время такая мода. Удобную одежду. Или каблуки вот такие, это неудобно, не свойственно. Но девочки начинают на таких каблуках ходить, вот так, они еле балансируют. Почему вдруг, вот посмотрите, возьмите с плоской подошвой, удобная, все, стоишь ровно. Нет, надо, чтобы вот так было. Потому что вокруг нас есть трендосоздатели, которые создают тренд и заставляют двигаться. Двигаться вас в том направлении, в котором мы все впитываем, мы все учимся друг от друга. Я учусь от Вадима, Вадим учится от меня, мы учимся друг от друга. Если Вадим будет с акцентом говорить, я через некоторое время буду говорить с акцентом, а он будет говорить чисто по-русски. Если Вадим смеется громко, я тоже начну громко смеяться. Мы влияем друг на друга, мы соединяемся. Смотрите, Давид в Псалме сотом, мы вчера закончили, подводит к этой мысли, что очень многое зависит от хождения. Давай вместе почитаем этот Псалом, сотый Псалом в русской Библии, в английской, во всех странах, сто первый Псалом. Запомните, первый Псалом и сотый Псалом. Открыли, милость и петь, милость и суд буду петь, тебе, Господи, буду петь. И дальше задают тему Псалома, буду размышлять о пути непорочном. Когда человек ходит в непорочности, что происходит? Бог приходит, и дальше он ставит вопрос, буду, вот смотрите, буду петь о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности с сердца моего, в доме, посреди дома моего. Он задает такое, хочу быть непорочным, хочу быть святым, хочу жить правильно в доме моем, чтобы ты ко мне пришел. Дальше, и вот здесь он начинает советы. Первое, прочитай стих какой там у нас. Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. И первое, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. То есть, такой очень важный момент, он начинает закладывать основания. То есть, для него очень важен дом, то есть, его семья, его дом. И он вот на это обращает очень серьезно, он говорит, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. То есть, вы знаете, перечитывая этот псалом, когда мы его начали читать, я сегодня утром читал, размышлял. Я думаю, как важно все-таки быть в непорочности всегда и везде. Потому что иногда, как бы, есть соблазны. Ну, знаете, для внешних мы, как бы, одну картинку жизни представляем, для внутренних там немножко другая картина. Но Давид нам помогает увидеть, что он, пребывая в этой непорочности, он пребывает в этом состоянии и дома, и... Кстати, большинство времени мы проводим все-таки в доме. В доме, то есть, в среде обитания. И он говорит, давайте начнем работать. И первое, третий стих. Не положу перед глазами моими вещи... Непотребные. Что это такое? Что-нибудь поганое. Что-то неправильное. То, что тебя не назидает. То, что тебя отвлекает. То, что создает неправильную атмосферу. То, что не положу вещи непотребные. Вообще, здесь очень много можно чего сказать. Это могут быть и идолы, это могут быть и статуэтки какие-то, это могут быть и иконы, или еще что-то. Что является идолопоклонничеством. И не только. Это может быть какая-то связь с прошлым, какие-то книги духовные, или языческие, или сектантские. Не положу вещи непотребные. И дальше он ставит позицию. Сразу же. Дело преступное. Он как царь говорит, я ненавижу. Очень сильная, жесткая эмоция. Дело преступное. Я ненавижу. Очень жестко. Очень конкретно. И более того, оно не прилепится ко мне. Все. Начинается с этой позиции. И вот здесь он начинает говорить, что он будет делать. Что значит такое дело преступное? Вот ты сталкиваешься с хулиганами, бандитами, преступниками, наркоманами и так далее. С ребятами. Наши ребята, кстати, уже молодцы. Они получают освобождение и получили освобождение. Я благодарю Бога за каждого нашего парня, который у нас там проходит. Так вот, ты знаешь, сталкиваясь с ребятами, которые были в преступном деле. Как человек вдруг у него бздык и хочется сделать преступление? Зло, которое грех, которое внутри человека, зло, которое наполняет этого человека, оно и провоцирует его на преступление. Слушай, давай вот там, что он там лежит, нам пригодится. Давай сделаем зло. Да эти богачи, да у них столько денег, да давай его вот завозьмем. Давай, давай там, слушай, можно легко зайти. И очень четко в Писании говорит, он, Давид говорит, я ненавижу. Ненависть это очень сильное. Дело преступное. Любой замысел преступный. Ненавижу. Я ненавижу дело преступное. Оно не прилепится. Даже сама мысль, знаешь, как прилипала. Да ладно, я еще просто подумаю. Я ненавижу, это отторгаю, отталкиваю от себя. Говори. Отрицание должно быть. Ну, то есть, когда мы становимся либо свидетелями, либо какими-то участниками каких-то событий, мы должны понимать, что у нас должна быть четкая реакция. Антивирус должен стоять. Мы должны отрицать это, отвергать это предложение или вот эти намерения для того, чтобы не впасть вот в это состояние преступное и не сделать это преступление, которое так серьезно потом отразится на нашу жизнь. Я бы хотел, Максим, если позволишь, дальше немного. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Вот здесь по шагам нужно, по шагам. Посмотри, давай начнем с сердца развращенное. Знаешь, сегодня так много людей, которые, ну вот, разврат, он фактически уже стиль жизни современного общества. Гомосячество, блудодеяние, разводы. Лидеры стран разводятся со своими женами, показывая пример. Вот я развелся с женой. Ничего, нормально, мы любим друг друга. Мы друзья. Мы уважаем друг друга. Мы остались друзья. Мы остались друзьями. Жизнь, живу с другой женщиной, не буду жениться на ней. Это разврат, фактически это разврат. Посмотрите на все, что происходит вокруг. Это разврат стал жизнью. Люди думают. Мы говорим о высоких моральных ценностях. И когда мы говорим о разврате, разврат это когда, это не только когда тебя там приглашают, пошли там, что-нибудь сделаем, какое-то блудодеяние. Не всегда. Разврат это начинается с тонкого, давай так скажем, с тонких слоев. Начинается с анекдотов пошлых. Разврат начинается с сердца развращенное. Он такой, да, ничего страшного. Помните, когда один парень из сыновей Давида на сводную сестру стал смотреть? Да. И он так стал на нее заглядываться. И у него был друг. Опять совет. Опять совет. Развратный друг. И он говорит, слушай, какая у меня там сестра сводная классная. А этот говорит, я понял. Начальник, что надо? И нет, чтобы как-то его пресечь. Сказать, ты что, гонишь, что ли? Это мысль, которую даже допускать не можешь. Это нельзя. У вас один отец. Ты что, совсем с ума сошел? А этот парень говорит, ты хочешь без проблем. Сейчас мы сделаем быстренько. Все будет классно организовано. Я ее приглашу. Ты больной. Пускай она тебя покормит. И ты ее возьмешь. Сердце развращенное будет удалено от меня. Оттолкнуть развратное сердце. Послушайте, если вы начальник, и на вашей работе есть люди, которые постоянно шутят пошленькие шуточки про женщин, про мужчин, про измены, про и все остальное. Это нехорошо. Это развращенное сердце. Но он же не соблазняет меня. Да, да, да. Он сам развратник. Он развратник, для него это нормально. Он постоянно будет рассказывать о своих героических похождениях, как он там пошел, кого-то что-то сделал. Он будет постоянно делиться своими «победами», в кавычках, которые он достиг свои, и будет хвалиться, и будет рассказывать развращенное сердце. Все начинается здесь. Смотрите, на эту тему такую, ну как бы, ну что, пошутили там. Знаешь, сальная шутка такая. В действительности мы должны очень четко противостоять. Любой пошлый, блудливый, нечестивец с таким тонким юмористическим подходом к интиму, он должен быть удален. Понятно я говорю или нет? Алло. А мне непонятно. Ты испугался? Я испугался. Я тебе тоже говорю. Сердце разратное удалено от тебя. Удалено, во имя. Вторая часть этого стиха. Злого я не буду знать. Эмоции, нужно эмоции. Я считаю, как эмоции. Ну, Максим, у тебя... Злого? Я не буду знать даже имени его. Не хочу знать, кто такой злой. Знаете, если люди... Вот ты со злыми встречаешься, вот с которых злоба внутри, вот оно клокочет. Вот зло. Когда меня... Человек попадает в тюрьму. И там какое-то преступление сделал. Может быть, незначительно, но сделал преступление. Оказался в тюрьме. Проблема тюрьмы, знаете в чем? Много злых людей. И когда человек оказывается в тюрьме, в замкнутом пространстве, он не может выбирать. У него нет выбора. Ну да, зло это как форма защиты. Да. И он включается и говорит, я буду злым, как они злые, чтобы как-то мне защититься. Священное Писание, Давид говорит, злого я не буду знать. Дистанцируйтесь от зла. Что скажешь, пастор? Однозначно. Нужно очень быть аккуратным с этим, потому что если мы не будем внимательны к состоянию своего сердца и не будем как-то себя оберегать, то зло, оно станет частью нашей жизни. И это очень опасно. И Давид ободряет нас и вдохновляет на то, чтобы мы были на расстоянии от зла. Он говорит, злого я не буду знать. Может быть это звучит немножко резко, но это очень ценное и очень важное поручение и наставление для нас. Скажи, вот я думаю, что это так. Смотрите, как это будет происходить? То есть, когда ты обнаружишь среди твоих людей, друзей, знакомых, окружение, круга, давайте не будем говорить друзей, круга, в котором ты живешь, ты обнаружишь злого. Злой это человек, который реагирует. Он постоянно, да что за дела? У которого неадекватная реакция, психованная реакция. Когда у человека реакция, ну, дурная реакция. Он слишком возбудимый, зло в нем. Он сидит и думает, как бы зло кому сделать. Недобро. Он замышляет зло. Ага, сделаю зло. Он говорит, не буду знать. Хотя при всей Давидовой строгости и его воинственности, казалось бы, Давид воин. Да. Он делает заявление, злого я не буду знать. Послушайте, дорогие мои, если в вашем окружении злой человек находится, и вокруг него вы все пляшете, я бы советовал, если это кто-то из друзей, знакомых, или далекий родственник, дистанцируйтесь от него. Дистанцируйтесь, закройте свое сердце. Потому что если вы будете рядом со злым человеком жить, вы научитесь его путям. Вы научитесь его реакции на жизнь. Вы научитесь, как он реагирует. Хорошо, дальше что у нас? Пятый стих. О, вот это в царском, во дворце, в царском есть очень много таких людей. Что думаешь, Навадик? Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Потрясающе. Что ты думаешь? Я думаю, это... Сплетники, интриганы. Это то, с чем так или иначе каждый человек это прикасается. И каждый человек тайно клевещет на кого-то другого. Ему нужно быть очень и очень осторожным. Тут это такая вообще важная мысль, которую Давид для нас оставляет. И он прям четко это заявляет. Он говорит, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. То есть я вот смотрю, тут реакция у Давида. Там злого не буду знать. Тайно клевещущего изгоню. То есть у него... Он не идет на компромисс. Знаешь, вот этот тип людей, смотри, вот этот тип людей тайно клевещущий. То есть это же не открыто выступает конфронтация. Если злой говорит зло открыто, тайно клевещущий это вот такой наушник. Ой, слушай, вот это вот такое. А ты слышал? Да, слушай, вот это. Любой человек, кто тебе говорит о ком-то вне его присутствия плохо, это уже тайно клевещущий. Если тебе кто-нибудь говорит о ком-то, повторю еще раз, если тебе кто-нибудь говорит о ком-то плохо, плохо говорит о ком-то без того человека, не обличают, а просто... Ой, слушай, вот это вот это, вот это сплетники. Он говорит, Давида, тайно клевещущего. Во дворцах очень много таких наушников, которые подсказывают царю, кто что сказал. И они подсказывают царю и говорят, и он говорит, тайно на клевещенное ближнего своего. Изгоню. Пошел вон! Тут как тут? Изгоню. Давид очень четко говорит. Дальше. Гордого чаями, надменного. Такого. Я вот, я успешный, я классный, я достиг. Гордого чаями, надменного не потерплю. Многие из нас терпят. Гордецов. Ну ладно, он гордый. Он такой, ну что сделаешь? Вот это очень важный момент. Не буду терпеть. Посмотрите, какие слова он говорит. Не буду знать. Изгоню, не потерплю. Потрясающе. Вот вам не нужно терпеть гордецов. Если в вашем окружении, к вашей семье, к вашим детям приходят гордецы, которые говорят, я вот это, я такой, я раз такой, я раз такой, раз такой, а я такой, да я такой, я только скажу, гоните их, не потерплю. Не буду терпеть надменного сердцем. Сюда есть добавить, пастор? Гордость очень опасное состояние. Начало погибели. Начало погибели. И оно где-то даже и заразительно, потому что, ну, состояние гордости, оно приходит достаточно неприметным таким образом. Оно не проявляется вот так вот сразу. Оно где-то постепенно формируется, и потом, как результат, уничтожает. И Давид, мне нравится, как он вот с этими, на мой взгляд, очень принципиальными вещами поступает очень радикально. Не потерплю, изгоню, не собираюсь ни с каким образом с этим как-то соприкасаться. Это яркий, очень поучительный пример для нас, как нам себя вести. Шестой стих. Глаза мои направлены на верных земли, на верующих. Да, то есть смотри, Максим, извини, пожалуйста. До пятого стиха он сначала в одну сторону как-то действовал, с шестого стиха он теперь начинает. А что же делать мне? То есть, ладно, там изгоню, там не потерплю, там не буду приближаться. В середине, там дальше он опять будет изгонять. Да. На верных земли направлены абсолютно. Вот здесь он показывает, а куда смотри? Смотри на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Вот это очень важный момент. Я хочу, чтобы рядом со мной пребывали люди верные или верующие, или люди, которые держатся словом. Сегодня так мало людей держатся своего слова. Да. Много людей, балаболов, трепло, обманщиков, которые просто говорят одно, чтобы тебя расположить. Они говорят, тебе льстят и так далее. А когда начинается, спрашиваешь их за то слово, которое они сказали, они увиливают хвостом. Они начинают говорить, да ты сам такой. Начинают обвинять, и ты становишься виноватым в их неудачах и все остальное. Верные земли, чтобы они пребывали при мне. Тот, кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Давид царь, и у него есть очень много прислуги. И он выбирает себе прислугу по прежде. А прежде не выбирает себе. Непорочности и верные земли будут при мне. То есть, вот важный момент, окружить себя людьми верными и непорочными. То есть, мы можем выбирать окружение. Должны выбирать окружение. Очень важно, кто нас окружает. Потому что, если мы не создадим некое окружение, которое будет нести жизнь, то негативное окружение, которое несет трагедию, оно само нас окружит. То есть, если хорошее нам нужно выбирать, и как-то бороться, и как-то стремиться к этому, то злое, оно само тебя найдет, окружит и уничтожит. Дальше. Не будет жить в доме моем поступающей коварно. А знаешь, есть такие ребята, которые, знаешь, они такие, там, раз, там, здесь нажму, здесь, там, туда-сюда подставлю, пускай этот подумает, что это этот коварный, такой, интригант. Интригант, такой, знаешь, хитромудрый такой, знаешь, он пытается с кого-то лбами столкнуть, кого-то развести, с кем-то альянс заключить, с кем-то, вот такие коварные люди. Не будет жить в доме моем поступающей коварно. Потрясающе. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. Вау. Говорящий ложь не будет находиться перед моими глазами. Лжецы. Если вас обманули один раз, поверьте мне, вас обманули второй раз, и третий раз, и четвертый раз. Что скажешь про коварных и лжецов? Очень не хочется, чтобы в нашей жизни были такие люди. Ну, знаешь, Максим, я вот, ты вот сейчас говоришь, если обманули один раз, второй, третий, но я все-таки больше сторонник того, что давать шанс людям. Четвертый раз. Чтобы давать шанс людям, потому что я все-таки вот, ну, как-то хочется верить, что... А Давид говорит, говорящий ложь не останется перед глазами моими. Знаешь, еще вот этот говорящий ложь, который продолжает утверждать, что он говорит правду. Посмотрите, Давид занимается чисткой, и дальше он говорит, с раннего даря утра буду истреблять всех нечестивших земли, или другими словами, буду очищать, буду очищать среду моего обитания. Я буду очищать среду моего обитания. Как быстро время у нас летит, а? Да. Мы только псалом начали читать. Ну что, какие выводы можно сделать? Сотый псалом, очень хорошая, поучительная инструкция для жизни. Пусть Бог благословит всех нас, чтобы мы были готовы исполнять все то, к чему нас призывает Слово Божие, то, о чем говорит Давид. Вы знаете, Писание вообще очень много говорит об этом, но вот этот первый и сотый псалом, это просто потрясающие два псалма, которые просто открывают нам направление в жизни. Псалом первый. Блажен муж, который не делает трех вещей, не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Второй стих первого псалма. Но в законе Господа, его воля. Другими словами, воля это способность принимать решения в законе Господа. Псалом первый, стих второй. Но в законе Господа воля его. Он размышляет о законе день и ночь. И он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Приносит плод во время своей лист, которая в ней вянет, и все, что он делает, успеет. А нечестивые не так, они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые в судье праведней и грешники в собрании праведных. Но, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом первый, псалом сотый, два псалма, которые помогут нам сформировать среду. Итак, не будет знать, не прилепится, удалено, не потерплю, не будет жить, не останется перед глазами моего. Вот эти глаголы, не останется, не будет жить, не потерплю, не прилепится. Я думаю, что хорошо применить. мы благословляем вас во имя Иисуса Христа, я прошу, я прошу Божий, благослови каждого человека, слышать Тебя, принимать от Тебя, благослови каждое сердце, слышать от Твоего слова. Благослови нас, Господь, чтобы мы жили в среде обитания благословенной, чтобы среда питала нас, питательная среда обитания. Помоги, Господь, нам иметь правильных друзей, правильные круги жизни. Благословляю вас своими Иисуса Христа. Аминь. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Сегодня с вами был Максим Максимов и сегодня с вами был Вадим Мартынов. Огромных благословений вам. Любим вас, ценим, благодарим Бога за каждого из вас. Если у вас есть желание поддержать нас, сделайте это. Будем благодарны каждому из вас, будем благодарны за каждое участие. Вы можете поддержать нашу камеру, сейчас на экране видите сайт. Поддержите нас, если у вас есть желание или просто поддержите ежемесячно и мы будем продолжать проповедовать, оплачивать эфиры, студии, освящения. Будем продолжать делать то, что мы делаем каждый день. Пусть Бог благословит вас. Я ценю каждого из вас за вашу жертвенность. Ценю каждого из вас за ваше участие и благодарю Бога за то, что вы открываете свои сердца. И не только свои сердца, вы открываете свои кошельки. Здесь очень важный момент. Многие открывают сердце, но кошелек закрывают. Пусть Бог благословит вас. Я не хочу выжимать, хочу просто сказать, ваши десятины, помогают нам изменять этот мир. Хранит вас Господь ценим, любим и благословляем. Скажи, чтобы поддержали. Братья и сестры, поддержите, пожалуйста, Дом Веры. На самом деле, не хватает одной камеры. Мне приходится тут как-то так быстро перестраиваться, то в одну сторону, то в другую. Меня постоянно поправляют. Все, мы заканчиваем. Благословения вам. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за ваше внимание